Когда-то эта площадка была центром притяжения молодежи на скейтах, самокатах, велосипедах и роликах. Однако праздник для экстремалов длился недолго. Спустя полгода после открытия из-за ошибок в проектировании, площадка стала приходить в запустение. И сейчас, спустя 10 лет, она представляет собой весьма жалкое зрелище. От первоначального проекта осталось немного, а большинство фигур вот те вот. Они самодельный плод творчества местных спортсменов. Как ни странно, нашлось здесь место и для уличных философов. Среди похабных надписей и рисунков неизвестный мыслитель на руинах рампы всем нам адресовал вопрос, а сколько длится твое навсегда? Стихийный стрит-арт и философия – это хорошо, но такая площадка прежде всего место для отработки трюков и оттачивания экстремальных навыков, говорят лидеры спортдвижений Одессы. Они буквально завалили обращениями и проектами городских чиновников и искали спонсоров для спасения первого скейт-парка в городе. И вот 30 июля на исполкоме решили отдать объект в распоряжение коммунального предприятия «Спартак». Там говорят, что полного права на площадку у них пока не будет. Сегодня нам передали поломанное оборудование этой площадки. В дальнейшем мы планируем оформить все остальные составные части этой площадки и приступить к разработке комплексного проекта при конструкции. Я могу сейчас точно сказать, что это будет общественное и спортивное пространство. В новостях мелькала информация о том, что там будет размещаться некий кинотеатр. Кинотеатры там точно не планируются. К нашему собеседнику обращались сразу несколько спортивных организаций. Он пообещал, что проект будущей реконструкции максимально учтет интересы и экстремалов, и воркаутеров. Коммерческие объекты будут, но небольшие мафы с напитками и пункты проката спортинвентаря. Я считаю, что ни общественное, ни спортивное пространство без сервиса невозможно. Если это место для роллеров, то там возможен прокат, места для инструкторов. Если там будет, как мы планируем, площадка для воркаута, детская площадка, то без водички и кофе, наверное, это тоже неправильно. Проект реконструкции в недалекой перспективе. Запуск его разработки начнется после оформления документов. С нетерпением реанимирования площадки ждут уличные спортсмены-экстремалы. Главное, говорят они, не повторить предыдущих проектных ошибок, из-за которых площадка оказалась при смерти. Во-первых, его залили зимой. То есть уже это неправильно с точки зрения технической, насколько я понимаю, хоть я не строитель. И тут был не бетон, а просто залили цементом, который просто начал сыпаться. Честно говоря, сами конструкции были неплохие. На тот момент это была польская компания, они все хорошо сделали, все довольно-таки грамотно. Вот было неправильное покрытие, а так как парк был комбинирован фанерно-бетонный, а бетон был неправильно сделан, ну просто ехать по прямой на те же рампы конструкции было невозможно. Спортсмен рассказывает, что сначала здесь даже был охранник в так называемой будке, а после, когда интерес к проекту пропал, его заменил манекен. Начался упадок. Сейчас городу предлагают два варианта проекта восстановления. В идеале нужно достичь уровня площадки в парке Шевченко, которую хвалят как аматоры, так и профи. Площадь 2000 квадратных метров идеальная, только нужно определиться с важными нюансами. Вариант комбинирован, это бетонное покрытие, хлад называется, и фанерные фигуры, то такой парк может на эту площадь стоить от 2,5 до 4 миллионов гривен. Если мы говорим за полностью бетонный, то такой проект может стоить от 6 до 8 миллионов гривен. В среднем это 200-400 евро квадратный метр такого парка. Украинские стройкомпании таким не занимаются. Искать подрядчика придется в Европе, к примеру, в Польше или Чехии, а значит, смета может увеличиться, объясняет спортсмен. Коммерческую составляющую экстремалы приветствуют, но опасаются, что планы мэрии изменятся и 2000 квадратов достанутся тем, кто отлично специализируется на торговых комплексах. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.